Ну вот, друзья, мы попали практически в 16 век. Вот смотрите, как это все было. Какие-то лавки торговые, кто-то пляшет. Народу много, очень много. Всем интересно, интересно. Вот здесь сейчас игры какие-то будут. Наверняка мастер-классы. Сейчас посмотрим. Важной, отличительной чертой русского народа является его объединение в случае опасности для страны. Одним из таких событий стала Молдинская битва. Битва произошла в конце июля-начале августа 1572 года в 50 верстах южнее Москвы, в которой сошлись в бою русские войска и армия крымского хана. За вторжением полчищ стояла Османская империя, ведущая супердержава того времени. 450 лет назад в этом многодневном кровопролитном сражении 20 тысяч русских воинов разбили 120-тысячное войско крымского хана, который шел захватить Москву. Этому и посвящен иммерсивный фестиваль «Гуляй город». Сразу прошу прощения за звук, очень было шумно, и что-то пришлось и кричать, напрягать голос, и музыка громко играла. В общем, аппаратура чуть не справилась, либо я не так что-то настроил. И еще одно расстроило обстоятельство. Это как фестиваль, бесплатный вход, бесплатный фестиваль. Народу было просто очень много. И на подъезде к самому этому месту, к парковке, образовалась такая пробка, что стояли, я не знаю, наверное. Ну, час – это минимум, а то и больше. И немного не успели на кулачные бои, стенка на стенку, в котором участвовали 500 на 500 человек. Это даже стало каким-то рекордом среди таких битов. Вообще, рассказать, конечно, я хотел не только именно об этом фестивале, но и вообще просто, что такое иммерсивный фестиваль, показать это. Потому что такие фестивали все чаще и чаще где-то мелькают в каких-то рекламных роликах, плакатах. То есть проводятся все чаще и чаще. Вот, как будто идешь, блин, по улице 16-го века. Вообще класс. Лавки какие-то, мельницы, игры. Вот такой миллион. А с другой стороны, хочешь сундук денег и ничего не другое. Можно открывать самостоятельно. Делай сгартовочку, проходи сюда. Вот здесь вот на этой улочке, как ее назвать, я не знаю, улочке. Вот идет бойкая торговля, всяким жемчугом, посудой, драгоценностями. Вот цены-то наши. Цены наши. Все, конечно, это сувенирное. Ножи, кинжалы. Даже полиция здесь закупается. А по чем солдатики? Это сколько? Все? А, да. Ну, все, войско. 450 рублей одна штучка? Е-мое. 450 рублей одна штучка. Если вот это войско собрать, то, наверное, ну, миллион рублей где-то. Ну, около, ну, 100 тысяч, кажется. Для детей. Ну, вот, пожалуйста. Велевочный городок. Небольшой. Но, по-любовому, там еще что-то есть. Ну, это целая торговая улица, блин. Чего ж у нас тут толпится народ-то интересный. Веники вяжут. Мастер-класс по вязанию веников. Мастер-класс по гуаши. То есть дети тут заняты, хорошо, нормально. Сейчас посмотрим, что для взрослых тут есть. О! Вот качает чего-то. Вот так делалась керамика. Здесь у нас муку, наверное, молит. На минимум, по-мольне. А вот здесь работает кузнец. Кузнец, что он нам делает? Шумпура. Конечно же, не оружие, шумпура. Смотрите, какие классные. А, нет, это это самое. Кочерга, кочерга. Такие еще вот есть поделки. Да нет, вроде холодненькие. Уже остыли. Да, конечно. Подкова. А вот это что? Вилка. Просто вилка. А вот это? А это однозумная вилка. Или шила, или писала. Это по археологическому образцу, по находкам. По археологическому сделану. Такие штуки находят. Такая, скорее всего, просто мультифункциональная штуковина. На пояс вешалась. Когда появился огнестрельное оружие, то, как прочистка запального отверстия, там дырку в ремне проковырять. Или ха. Ну, она слишком маленькая для... Да, как маленькая, если в горло-то вставить нормально. Ну, как крайний случай, чуть очертить. Или там мясо из котла наколоть аккуратненько. А подковка маленькая, это для кого? Я кую. Нет, я имею в виду как раз такие. На пони, да? Да, и, конечно, не на пони покупают, а на сувениры. Просто, чтобы показать вот этап изготовления подковы. И людям не пришлось долго ждать. А что вот это за подковы такие? Это подковы тоже все вот эти? Ну, это вот я начинаю ковать. Брусочек беру. А, потом загибается, да? Потом вот этапы, когда надо возвращаться с подковы. Я понял. Класс. И раздувается тоже, блин, как-то так, да? О, смотри, как раздувается. Меха, меха, меха. Мангал нормальный. Спасибо. Так, здесь у нас опять что-то куют. Можно, наверное, мастер-класс сделать. То есть можно даже попробовать себя. А что за металл? Это свинец. Свинец, да? Да, для пуль. А он же мягкий. Ну, он для пуль. А, для пуль? Зато дешевый, да. А для пуль для чего? Для мушкетов? Да, для мушкетов. И вот там есть образцы. Это скорее даже не для мушкетов. Для чего? Для артикласса. Ага. А долго вы это делаете? А вот уже, да? Вот это уже, да? Нет? А, вот эти вот пули, да? Такие вот. А их потом вот так забивают, да? Ну, да, как пушкетов, наряжается. Ну, как пугач в детстве. Да. А сколько ж грамм здесь? Ну, а сколько грамм, не скажу. Скажу, что погоди, погоди. Они разные получаются, да? Ну, не идеальные все, конечно. Чуть-чуть отличаются. Ну, вот это легче, чем вот этот. Ха-ха-ха-ха. В общем, здесь такая вот торговая площадка, торговая зона. И здесь проводятся еще мастер-классы. Детишки в восторге просто вообще делают. Все классно вообще. Рисуют там бусинки какие-то туда-сюда, блин. Это самое, сюда-сюда надевают. То есть, ну, классно. Гончарное дело тут. Смотрите, какие. Все одеты в стиле 16 века. Ну, просто вообще классно. То есть, полное-полное погружение есть. Есть такое. Ну, не полное, но погружение есть. А сейчас мы подходим к концертной зоне. Так сказать, концертной зоне. Тот можно ходить, короче, долго очень можно ходить. И подковы, и бисер тут. Что только не делают тут, короче. С 16 веки делали очень много поделок. Ну, вот мусор, мусор. Ну, как был мусор, так он и есть. Мусор. Но это уже наш, наш. И что-нибудь. Вот такой он, вот он, фестиваль. Смотрите, какое поле. Какая площадь. Несколько десятков гектар тут задействовано. И, кстати, все это при поддержке правительства Москвы. Ну, в частности, государственной думы. Московской государственной думы. И каких-то грантов. Все вот это, на все это выделить деньги. Ну, молодцы. Классно. Классно сделали. То есть, вообще класс. Гуляй город, это гуляй. Крепость такая вот. Крепость была на колесах. Вот она сейчас представлена. Ну, так как в таком-то, каком-то, в экзотическом масштабе там и так далее, в виде. Ну, вот такая была задумка. И мы победили их благодаря вот именно вот этой вот такой задумке наших российских, российских русских войск. Здесь у нас для детишек всякие аттракционы. Конюшки, какие-то качели. Качели, самовар. Тыква. Тыква в воде. Водит? А, не, не в воде. Тыква. Тыква, просто тыква. Ю-у. А тут-то куда очередь? Еще одна очередь. В общем, народу, народу много. Народу много приехало на этот фестиваль. Пробки были очень большие, гигантские. Ну, это какой-то батут. Батут. Батут, блин, на очередь. Охренеть просто. Ну, и пойдем, что ли, на фудкорт сходим. Если заморожены, мы стояли 40 минут. Сейчас посмотрим, сколько мы будем стоять за каким-нибудь там, я не знаю, люляшкой, мяской, салатиком. Что тут есть, не знаю. Вон, вижу, уже на углях что-то делают там. Ну, вот такой фудкорт, блин, народу. Народу это просто, я не знаю, будем ли мы стоять. Мы будем стоять. Да ну, какой стоять? Не будем, наверное, мы стоять. Ну, вот там еще какой-то фудкорт. Видите, сколько народу, вообще просто. И весь народ, главное, кучкуется около фудкорна. Как, не прозаично, прямо вот здесь вот, около фудкорна прям весь кучкуется. Там, да, ну там, что там. Ну, там походили, да, побродили, да. Ремесленников посмотрели, но пожрать-то мы всегда любим. Как-то так. А это бар, видимо. А, не, не бар. Виноград. Мородинка, веленка. Мед. Урон. Турецкий щербет. По 20 рублей щербет. Отчаянитесь. А, нет, спасибо. Джамбо? Весь рубля килограмм? Весь рубля килограмм, да? А сколько? 100 грамм? 100 грамм блистер. Вот вам и джамбо. А это павильон зоны 18+. Ну, побежь бар, наверное, скорее всего. Все-таки бар. Народу, 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 мама, не горюй. О-о-о-о-о-о, сколько народу. Но в кассу, в принципе, в кассу, в принципе, в кассу, в принципе, в кассу-то можно попасть, пивка взять можно. Сейчас посмотрим, сколько шпигольских-то стоит. Для вас стоит 300 рублей. А можно переводишь? Это напоминает, знаете, Октоберфест, блин, в Германии. Я пораду не был, но я думаю, что это так, именно так происходит. Извините, можно к вам? Да, я не знаю. Где пластинка, я там все. Да, я не знаю, я просто гулял, пока работал. Потом, когда вы пришел. Да. Вода тепла. Волос неожиданно наношался, здесь чипсы. То есть, ну, за что деньги? За что? 500 рублей, блин, вот это вот. Вот этот сет, вот соус, чипсы, пиво. Пиво 300. И вот это вот еще 200. 500 рублей. Исторический фиксываль, посвященный боевому сражению. Вот так вот здесь вот кормят. Короче, все. Все заканчивается грандиозной попойкой. Сейчас будет вечерняя программа, скажем так. Она будет до 10 часов. Сейчас будут выступать какие-то коллективы. Ну, и хедлайнером 27-12. Мужики такие, я не знаю, я их посмотрел, прям такие. Бабушка моя бы сказала, царство небесное, бандиты. Они поют то ли какой-то рэп, то ли какую-то попсу. Да. Вот. Но уже некоторые и некоторые на фестивале уже погуляли. Все хорошо. Отдохнули. Лежат вот так, загорают хорошо. То есть, все хорошо. Класс. Время уже... Сколько времени-то? Ну, почти 9. А какие-то... Какие-то атернационы продолжаются. Это городки, да? Городки рядом. Это Рюхи. Как? Они немножко постарше. Рюхи. Рюхи? Там принцип... Ну, тоже надо выбить, но принцип другой. То, что там не фигуры выбиваются, а выбиваются весь ряд необходимо выбить, чтобы все рюхи, чтобы все были повалены. А можно попробовать? Да, конечно. Сейчас я сам себе построю какой-нибудь город и выбью его. Заминочка произошла с этим самым... Вот, пушка. Пушка, пушка. Иммерсивный фестиваль, а? Сейчас. Выбил? Выбил. Кстати, здесь продают фильтры, барьеры. Вот так они не продаются, но здесь прямо очередь. В общем, рекомендую, друзья, такие фестивали, такие мероприятия к посещению. Особенно, когда они бесплатные. Это классно. Минусом является очень, конечно, очень много народу. Но, тем не менее, все классно. Каждый себе найдет какое-то развлечение, что-то узнает новое. Отдохнет душой, а может быть и телом. А вы подписывайтесь на канал. Ставьте, конечно, если же вам понравилось, лайк. И лучше всего оставьте комментарии. А мы поехали дальше. Впереди еще много-много интересных мест. Всем мира, здоровья и любви. Пока.